Уже с гравировкой идут, то есть имя и фамилия не сотрутся. И точно навсегда останутся в летописи побед кубанских спортсменов. Виктор Милантьев показывает золотую медаль, которую два дня назад привез к чемпионату мира по гребле. В небольшом венгерском городке Сегет он и еще один наш земляк Павел Петров стали лучшими. В составе четверки на каное кубанские атлеты первыми пришли к финишу, оставив позади на дистанции 500 метров соперников из Германии и Белоруссии. Дарина, Марияша, Настюха, всем привет, люблю тебя! После победы на чемпионате мира у гребца Милантьева на носу уже следующие старты. Буквально день перерыва Виктор нашел, чтобы прилететь в Краснодар специально на торжественный прием губернатора. В большом зале администрации собрались не только именитые атлеты, но и молодые таланты. Вот скромно в ожидании начала сидит Степан Маринян, победитель вторых европейских игр по греко-римской борьбе. Рукопожатием губернатор поприветствовал всех присутствующих. Собрать спортсменов вместе планировали на день физкультурника, но с такой профессией миссия почти невыполнима. Одни на сборах, другие на соревнованиях. И даже сейчас список приглашенных мог быть еще шире. Говорили, конечно, не только о недавно завоеванных наградах, но и о проблемах в отрасли. Особое внимание тренировочному процессу. Для качественной подготовки нужна современная инфраструктура. Мы южный край. Давайте посмотрим на те виды спорта, которые нам уже принесли пьедестал. Футбол, гонбол. То есть это такой вид спорта, который легендарный отчасти. Которые максимально на Кубани культивировались и дали результат. И дают результат. Гребля, батут. То есть вот гребля... Мы же очень по климату комфортный регион для занятия греблей. Поэтому давайте посмотрим на, скажем так, золотые наши виды спорта. Золотые, которые на самом деле подтвердили то, что их нужно продолжать максимально развивать. А значит, в них нужно вкладываться. Посмотрите их оснащение, этих школ. На самом деле, насколько сегодня... В чем они плавают? Моя первая лодка еще жива. Она, конечно, сейчас может быть легендарной считаться, как бы и фортовой. Но, тем не менее, это может все-таки по-разному гнять их. В Краснодарском крае сейчас представлено были 200 спортивных направлений. Из них самых популярных и, что называется, забивных – 38. На Кубани за последние годы удалось создать полноценную систему развития спорта. На сегодняшний день у нас 269 детских спортивных школ, школ Олимпийского резерва и центров спортивной подготовки. Такого количества спортивных учреждений нет, поверьте мне, ни в одном субъекте Российской Федерации. 7 миллиардов рублей из регионального бюджета выделяется на вообще развитие физической культуры и спорта и строительство объектов спортивно-материальной базы. Но в этих цифрах не только спорт высоких достижений, но и развитие массовой физкультуры. Места для занятий должны быть в шаговой доступности, уверен губернатор. На строительство малобюджетных спортивных комплексов и центров единоборств со следующего года начнут выделять 1 миллиард рублей. Причем речь не столько о крупных городах, а о небольших поселках и станицах. Тот же самый Виктор Милантьев, восьмикратный чемпион мира погребли на каное, вырос в станице Брюховецкой. И такие примеры успеха, как допинг для молодых ребят. И вы такие, которые все-таки в спортивной карьере максимально добиваетесь высот спортивных. Но давайте это сделаем и в целом для того, что рядом. Пусть они не добьются спортивных высот, но, по крайней мере, возможности заниматься спортом. Точно мы с вами сможем такую им возможность дать. Только от нас зависит, какой будет спорт. И массовый спорт, в том числе в нашем регионе. Только от нас. И от нас, и от моих коллег, и от вас. От вашей активности, от вашего созидания, от вашей неугомонности. Будущее. Вот ради чего мы все с вами сегодня все сделаем. Встреча со спортсменами завершилась символично. Как и на любых соревнованиях, в конце – награждение. Кроме почетных грамот и благодарности, два кубанских атлета из рук губернатора получили удостоверение заслуженных мастеров спорта России. И еще одно приятное решение. По поручению Вениамина Кондратьева, краевые премии за призовые места на Олимпийских играх будут увеличены. За золото – до трех миллионов рублей. Приятные выплаты получат и те, кто занял второе и третье места. Также вырастут и пожизненные ежемесячные стипендии для призеров игр и их тренеров. За победу – 30 тысяч рублей. За серебро и бронзу – 25 и 20 тысяч соответственно. С учетом Олимпиады в Токио в следующем году – это станет хорошей мотивацией.